Продолжение следует... Еще раз здравствуйте, с кем не поздоровался. Тема сегодня действительно необычная. Те, кто прочитал про второй смысловой ряд некоторых произведений Пушкина, я имею в виду Руслана Людмила, «Медный всадник» — это вам не медный змей, те уже, можно сказать, подготовлены к тому, о чем я буду рассказывать. Но поскольку Пушкиным я занимаюсь, можно сказать, с самого-самого детства, учился читать про Руслана Людмилы и многое связано с Пушкиным, то я начну, пожалуй, с того, что я расскажу вам историю, которая, по моему мнению, определила весь дальнейший путь и даже то, что я занимаюсь тем, чем занимаюсь последние 25 лет открыто. Произошло это в 1953 году, незадолго перед смертью Сталина. Я учился в Суворовском училище. Там все преподаватели — мужчины, офицеры. Несколько женщин — тоже офицеры. То есть они носили погоны капитана, лейтенанта административной службы. И процесс обучения в Суворовском училище теперь, когда прошло уже более полувека, как я его закончил, и мне удалось посмотреть элитные и вузы, и, будем говорить, колледжи на Западе, теперь мне понятно, что программа обучения в Суворовском училище намного превосходила по тому времени. Сейчас это двухлетняя, тогда мы учились 8 лет. Это было приближено к учебе в лицее. Поступил я в Нижнем Новгороде. События, которые я буду сейчас рассказывать, их надо привязывать к городу Горькому, который теперь называется Нижний Новгород. У нас был преподаватель литературы, капитан Харламов. Человек прошел войну, но литературу знал просто потрясающе. Ну, учился я из-за некоторых обстоятельств отлично, литературу любил, и у нас с ним установилась такая некая связь духовная. Он тоже любил Пушкина, я это чувствовал. И когда, вне зависимости от того, какой бы материал он не давал, он обязательно так и иначе как-то обращался к Пушкину. Ну, и я понял, что мои оценки Пушкина совпадают с оценками этого преподавателя литературы капитана Харламова. Шел урок, на который был задан пророк. И тема вообще так в целом, моего сообщения сегодня так и будет называться. «Загадка пророка». Я буду вам давать фрагменты из той книги, которая готовится уже более 10 лет. Идет она трудно, мне понятно почему. Так вот, шел урок литературы, и у него было такое вот свойство. Мог поднять на уроке любого суворовца там, хотя был один материал, прочитать несколько строк из Евгения Онегина и заставить продолжать. «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе». Суворовец такой-то, продолжайте. Мой дядя, самых честных, садить два. То есть двойки он ставил просто. И вот когда он уже, как мы говорили, нашей крови напьется, тогда он поднимает, часто было меня, и я, естественно, продолжал. Одного поднимет, я по лицу вижу, что он недоволен. Что там ставил, не знаю, второго, третьего. Но в этот раз мне очень не хотелось, чтобы он меня поднял. Наверное, вы так. Я всегда учил, если стихи, то только про себя несу. Я выучил, я пророка знал, но когда я учил, что-то меня в этом... Ну, не нравился мне пророк. Объяснить я это не мог. Мне очень не хотелось, чтобы он меня поднимал. И вдруг, уже минут за пять, наверное, вот-вот звонок. Суворовик Зазнобин. Встаю, читайте, пророк. Я встаю, но я же его знаю, пытаюсь открыть рот, но моя речевая функция полностью заблокирована. Я не могу произнести ни слова. Я настолько был удивлен этим, то есть я немел, буквально. Суворовик Зазнобин. Вы знаете пророка? Так точно знаю. А почему не читаете? Не знаю. Ну, когда ситуация такая, двадцать пять, двадцать четыре, я двадцать пять моих коллег, ну, наконец-то два шара и он получит. Но двойку он не поставил, прозвучал спасительный звонок. Суворовик Зазнобин, зайдите в преподавательскую. Захожу, стою перед ним. У нас не принято было называть по имени, только по фамилии. Суворовец такой-то, Суворовец такой-то. Захожу, он ходит вокруг меня, поскрипывает сапогами, выше меня там чуть-чуть на две головы, так нагнется, посмотрит, и вдруг по имени. Володя, так ты знаешь пророка? Да, знаю. А почему не читал? Не знаю. Вдруг поворачивается ко мне и говорит, вот и я не знаю. И тут меня вдруг как это пробило. А он ведь всегда, прежде чем задать что-то, он читает сам. Он был великолепный чтец, многие бы актеры позавидовали. Он же не читал. И вдруг у меня мысль, так он тоже что-то похожее когда-то пережил. Я так спонтанно, как, и вы? Он кивает головой, да. Я 10 лет преподаю в этом училище, пока ты первый, кто не смог читать пророка. А что это такое? Это тайна. Загадка. И вдруг как заговорщик, но теперь нас двое. Не я, так ты разгадаешь эту тайную загадку. Я могу только подсказать тебе, что пророк был написан после встречи молодого императора Николая Павловича, которого мы знаем как Николая I. и она произошла 8 сентября 1826 года. Вот я пока факт такой вам озвучил в своей биографии. И я могу сказать, что почти с этого момента я как-то иначе стал смотреть на мир. Я не могу сказать, что я все время только занимался тем, что разгадывал загадку пророка. Я закончил Суворовское училище, поступил в военно-морское инженерное училище Медзержинского, закончил кораблестроительный факультет, послужил на флоте, на противолодочных кораблях, эсминцах. Потом был направлен на док, поскольку это была моя специальность. А потом был неожиданно, вот те, кто со мной тут общается, я рассказывал подробно, но я не хочу на это отвлекаться, создавать 1-е океанариум военно-морского флота вот здесь, под Севастополем, в бухте Казачьей. Но после этого я попал в 1-е институт Министерства обороны, где я закончил службу званием капитана 1-го ранга. Но могу сказать однозначно, вот с этого момента у меня было как бы две жизни. Я продвигался по специальности, получал очередные звания, и тем не менее всегда была вот та загадка, которая меня, можно сказать, и вдохновляла, и в общем, я разгадал загадку пророка. Я понял, какие слова заблокировали мою речевую функцию. Но на это потребовалось почти 40 с лишним лет. В этом я начну вот именно с этой встречи Пушкина 8-го сентября. Ну, вы знаете, что Александр I, которого Пушкин, это брат Николая I, так и назвал «властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Ну, Александр I не за это его сослал, он сослал его за атеизм. Тогда это называлось афеизм. Куда сослал? Михайловское. Но перед этим Пушкин был не в ссылке, а по своим, он по департаменту Министерства иностранных дел был в Крыму, в Кишиневе. И вот в прошлом году я специально посетил Кишинев, потому что там было написано Кишиневе, теперь ставшее известным, так называемое Гаврилиада. Гаврии и Илеада. Чувствуйте? Гаврии и Илеада. У Пушкина были очень сложные отношения с переводчиками древнегреческих произведений. Ну, например, многие считают, что Николай Гнедич был очень близок с Пушкиным. А Гнедич занимался переводом Илеады, Гомера. Однажды я был в Александр-Невской лавре, где могила Гнедича, там многих. Ну, экскурсовод рассказывает, вот ближайший друг Пушкина, Гнедич. Который Пушкин очень высоко оценивал, его переводы. Ну, я так стою, группа небольшая, там человек, 6-8, и негромко говорю, крив был Гнедич, поэт, приложитель слепого Гомера. Боком одним с образцом схож и его перевод. Она поворачивается. А кто это? Я говорю, это Пушкин. Вот оценка переводов Гомера Гнедича. Да, я не знала. Так вот, самое необычное в этой гаврилляде, потому что речь дальше пойдет, они 8 строк, они кульминационные. мы вчера говорили с вами о том, что многие читают Библию, но прочесть ее не могут. Многие читают Коран, но его не знают. Я убедился в этом, поскольку не только в странах Ближнего Востока, но и там, где ислам исповедуется, в Малайзии, в Индонезии. Так вот, тоже происходит из поэмы Гаврилляда. В 90-м году я был в Пушкинских горах, где я туда привезли. Там хранителем был такой однорукий Гейченко. Ему шла государственная помощь, он действительно возрождал вот это Михайловское, потому что немцы почти полностью его разрушили. Ну, меня представили как знатока Пушкина, мы стали беседовать, и зашла речь о Гаврилляде. Гейн прочитал вот эти 8 строк с рассказом Моисея не соглашу рассказом Моего. Он вымыслом хотел пленить евреев. Он важно лгал и слушал его. Бог наградил в нем слог и ум покорный, стал Моисеем известный господин. Но я поверю, историк непридворный, не нужен мне пророка важный чин. Гейченко откуда это? Я говорю, это Пушкин. Ну, что вы, я знаю все о Пушкина. Я первый раз слышу тогда я достаю первый том из его десятитомного сочинения и читаю. Странно. Сколько раз читал, никогда эти строки мне... Ну, я не мог их не заметить. Почему же я их не заметил? Я говорю, это вопрос не ко мне, это вопрос к вам. так вот, дело обстояло следующим образом. Александр первый сослал Пушкина Михайловское, это была очень благотворная ссылка, потому что там Пушкин написал очень много серьезных произведений, а с Гаврилиадой получилось следующее, как только она появилась в списках, сразу сексоте церкви, это Пушкин, его дважды вызывали в Синод, а друзья ему сказали, Пушкин, это не ссылка, это даже не смертный казнь, это намного намного хуже и страшнее, он говорит, а что может быть страшнее, это Шельсельбург и до конца жизни ни с кем общен, оттуда еще ни один преступник не бежал, поостерегись, ну и тогда на очередном допросе, потому что писали все время доносы, он сказал, причем здесь я, это один из моих лицейских товарищей, по-моему он назвал фамилию Горчакова, их было два, один потом был министром иностранного дела, а этот лицеист умер, дальше он понимал, что от него просто так не отступится, но хорошо, что во время восстания декабристов он находился в Михайловском, но после того как прошло вот это восстание декабристов и Николая Павловича короновали в Москве на царство 13 июля было повешено пятеро декабристов у нас тоже совершенно неверное представление в отношении декабристов с Пушкиным есть такие стихи очень рекомендую прочитать к Андрею Шенье Андрею Шенье это сын греческого посланника во Франции во время французской революции после того как короля приговорили к казни он апеллировал к народу чтобы был суд закончилось это тем что Андрею Шенье отрубили голову и Пушкин знал о заговоре о заговоре декабристов фактически как он говорил знали все знали и в доме Романова что заговор и Александр первый потому и сбежал с престола чтобы не стать жертвой этого заговора потому что поделать он ничего не мог но его самого втянули в заговор против отца Павла Первого там заговор это долгая история не буду отвлекаться это связано конечно с английским влиянием так вот как только произошла коронация по-моему 26 августа на второй или третий день император отправляет поручика Вальша фамилия такая Вальша Псков и Михайловского чтобы Пушкина привезти к нему и записка 8 сентября по-моему 2 часа полуполуния 14 часов Пушкин в это время находился в соседнем имении где он проводил в основном время и не знал что приехал фельдегерь вечером его провожали он был в хорошем настроении ну а няня говорит вот тут фельдегерь прибыл срочно в Москву она очень расстроена за что тебя говорит няня это все прекрасно я же просил императора чтобы меня не разрешили вернуться в Петербург потому что мне надоело тут сидеть ну он отправился в Псков и оттуда в ночь с третьей на четвертую четверо суток до Москвы четвертого восьмого сентября он прибыл в Москву и его сразу не позволив даже ни в ванную принять там не переодеться резиденция Николая находилась в Николаевском чудовом дворце сейчас его нет он был уничтожен по-моему то ли перед революцией то ли после революции было довольно прохладно печень где не топили Николай его ждал в своем кабинете когда Пушкин вошел туда император встретил его приветливо ну и первым вопросом было следующее скажи Пушкин если бы ты оказался на Сенатской площади ты с кем бы был он говорит конечно с ними потом наделал паузу говорит для того чтобы их остановить император посмотрел на него очень подозрительно говорит как у всех заговорщиков нашли твои стихи мои стихи каждый толкует по-своему ваше величество а вы читали мои стихи под названием Андрея Шинья император ничего не ответил но посмотрел так что Пушкин понял да читал и он удовлетворился этим ответом то есть в то время Пушкин не был против монархии но дальше вторым вопросом было а теперь скажи мне Пушкин кто автор Гавриляды и вот с этого момента все и началось Пушкин посчитал возможным не скрывать свое авторство и сказал я ваше величество зачем это что шутка это издевательство над религией на что Пушкин ответил нет ваше величество над религией издеваются те кто пишет на меня донос вам известно такое греческое слово антропоморфизм да известно и Пушкин стал объяснять что у нас есть много людей которые приписывают неземному неземным сущностям земные свойства вот вы император вы же не можете управлять один вам нужны министры оберпрокурор и они считают что там тоже богу нужны помощники и стал по сути говорить о том что написано в Коране Пушкин откуда это тебе известно из Корана а ты что мусульманин нет дальше он сказал что Россией будут большие проблемы вот именно на этой почве непонимание того что есть надмирная реальность творец что у нас неправильно понимает богом что ну примерно то что у нас написано вы не думайте что это появилось просто так во многом это появилось из понимания того понимания религии которая была пушкина пушкина разговор длился 4 часа император несколько раз порывался остановить более того он понимал что он не имеет права слушать рассуждения о боге 27-летнего опального поэта но в то же время он понимал другое если сейчас я его остановлю я больше никогда не узнаю то что знает он вот вы поймите в то время не было ни ауди ни видео подслушивающих устройств они были вдвоем абсолютно вдвоем и между ними одному 30 лет императору опушкину 27 разница в 3 года это бывает ну один только что зашел на престол не по своей вообще-то воле ну а второй возвращенным из ссылки пушкин задавал вопросы императору он отвечал он например был вопрос такой ваше величество вы никогда не задумывались почему евреи не служат в армии когда заговорили о религии то пушкин сказал я сам библию читал на французском она издана на французском на английском на немецком но нет на русском ну как же мой брат создал библейское общество и библия издана на что пушкин ответил я бы вам ваше величество рекомендовал уничтожить все это издательство почему она неполная и стал говорить о премудрости Соломона он знал о септуагенте вот я ведь что вам рассказываю дальше поймете то есть моя задача была раскрыть содержание этой четырехчасовой беседы когда она закончилась Николай Павлович поехал она где-то в семь вечера поехал во дворец французского посланника где давался бал ну в честь коронации вся Москва уже знала что Пушкин в Москве когда он прибыл на этот бал весь двор его окружил потому что события прибытия Пушкина в Москву затмила такое событие как коронацию нового императора и все обступили прямо не спрашивал но взгляды был ну как как Пушкин был такой графблудов статс-секретарь который вроде бы даже вслух спросил ну и как на что император в задумчивости ответил подумайте подумайте над этой фразой я беседовал сегодня с умнейшим мужем России и задайте вопросом задайтесь вопросом что такого мог рассказать 27-летний по нынешним меркам это мальчик поэт который был вообще-то самым действительно образованным человеком в России в то время императору который готовился специальными преподавателями не только российскими заграничными что такого чем мог бы он удивить императора что он дал столь высокую оценку Пушкина умнейший муж России когда Пушкин все это рассказал финал был такой вот что Пушкин с этого момента дай мне слово что ты никому больше об этом рассказывать не будешь тебя обязательно еще раз вызовут на сенот и дай бог если ты начнешь им рассказывать о боге то что рассказывал мне несмотря на то что я над синодом я тебя защитить не смогу моя власть не безгранична и действительно прошло два года и да более того он ему сказал значит если тебя будут допрашивать ничего даже не начиная говорить я тебя знаю ты слишком откровенный и остановиться не сможешь ничего им не говори попроси конверт лист бумаги напиши мне где бы я ни был я знаю что делать действительно осенью 28 года Пушкина вызвали на заседание синода в Кронштадт он прибыл и действовал строго в соответствии с тем как попросил а вернее приказал ему император да и обязательно запечатай свою печать письмо Пушкина есть в интернете оно настолько там перетолковано я не берусь а вот ответ Пушкина то есть Николая Первого он есть в интернете мы его нашли это говорит только о том что императоров учат говорить двусмысленности обратите внимание на наш президент Владимира Владимировича Путина вот по моим представлениям Путин никогда не лжет но он часто говорит двусмысленности и каждый толкует их в свою пояс вот в письме императоров всего две фразы я знаю автора Гаврилляда оставьте Пушкина в покое смотрите насколько двусмысленно их можно прочитать и так я знаю автора Гаврилляда это не Пушкин поэтому оставьте Пушкина в покое я знаю что автор Гаврилляда Пушкин но он под моим особым покровительством поэтому не трогайте его а Синод не имел права требовать разъяснения от императора это не значит что Кто отступились от Пушкина, но через 10 лет масонство совместно с церковью, церковь, не верьте никогда, если кто-то будет там из церковников говорить о Пушкине. Не зря они запретили сказку о попеи работники, они еще включат в список экстремистской литературы многие произведения Пушкина. Это только начало, потому что в церкви есть тоже орденские структуры и поскольку Николай Павлович вывел как бы из-под удара, но это не значит, что они не приложили руку к убийству Пушкина. Это было убийство, никакой дуэли не было. Те, кто специалисты, прекрасно знают, что дуэль, которая должна была состояться в 1936 году, не состоялась только потому, что масоны были заинтригованы тем, что по одним оценкам 10 дуэлей, по другим 24. Но это не так важно. Но они оценили главное в этих дуэлях. Пушкин никогда первым не стрелял. Вот это очень важно. А тот, кто стрелял первым, в него не попадало. Естественно, это вызвало у них, они решили проверить, в чем же дело. В те времена был некий народный заговор. Ну, я у старожилов в районе Болдина, у старушек спрашивал, они говорят, да, в баре часто дрались на дуэлях, каждый хотел выжить, а заговор очень простой. Если ты идешь защитить честь, это одно, если ты идешь с намерением убийства, это другое. Вот чтобы у тебя и мыслей не было, что ты хочешь убить, поэтому не стреляй первым, Бог тебя защитит. Но в этот заговор поверил только Пушкин. Вы спросите, почему же свершилось убийство? Дуэли проходили по определенным законам, есть целый кодекс дуэли. Нельзя было стрелять в голову, потому что в гроб надо класть красивым. Вот в тело, ну, если ранения в руку в ногу, то тогда, ну, могут, конечно, руку отнять, но пули достать. Но они поняли, надо защитить Дантеса. И был создан типа бронежилет, где-то в районе Архангельска. Из пластин, тонких стальных, пуля 9 грамм, расстояние 10-12 шагов. Ну, если посмотреть, как проходила дуэль, то становится ясно. Да, Дантес служил в коллегарде, там подбирали с очень узкой талией, и под мундир у него был одет бронежилет. Это доказывается очень просто. Это только в кино, когда стреляют, то человек аж подпрыгивает и куда-то там отлетает. В жизни это не так. Наоборот, когда человеку пуля попадает, вот неважно куда, он ничком от боли сжимается и падает вперед, а не назад. Так и Пуштин. Он ехал на эту дуэль абсолютно уверенно, что она закончится так же, как и все предыдущие. Собирался он убить Дантеса или нет, я не берусь об этом судить. Но он был страшно удивлен, что пуля Дантеса попала ему. Она достигла позвоночника, не вышла, раздробила несколько позвонков. Боль была, конечно, адская. Тем не менее, Пуштин был замечательный стрелок, он всю жизнь тренировался. Пистолет упал, он потребовал другой, приказал Дантесу встать в позицию дуэли. Тот встал чуть боком, сердце прикрыл пистолетом, вот так, правой рукой. И если бы Пушкин знал, что там бронежилет, он целился бы не в сердце, а ниже бронежилетом. И чем бы это закончилось? Он прицелился, выстрелил и попал точно в сердце. Но вот тут Дантес, пуля 9 грамм, это сильнейший удар, упал назад. Часть она задела рукавятку пистолета, и Дантес получил удар в руку, но главное, он получил сильнейшую контузию. Это все равно, что подойти к человеку в бронежилете, взять кувалду и со всей силой ударить. Вот что реально произошло. Если бы секундант Пушкин Данзас догадался сорвать бундир Дантеса, он бы обнаружил этот бронежилет. Но тогда Дантес, по законам того времени, был бы повешен. Вообще дуэли были запрещены, и Пушкин обещал императору, что он не будет драться на дуэли, потому что о том, что дуэль готовится, знали все. Но Дантеса просто выслали, секундантов, по-моему, солдаты Данзаса сослали. Но Пушкин тяжело очень умирал. Когда я занимался этим вопросом, меня очень интересовал такой вопрос. А куда уходит информация, Николай никогда ни с кем не делился. Это был сговор. Он не рассказывал никому, и Пушкин никому не рассказывал. Все, что вы будете читать, поляк там один, что якобы рассказал, нет. Уж поляк, тем более, Пушкин не рассказал об обстоятельствах беседы с императором. Пушкин сдержал слово, император сдержал слово. Но перед самой смертью, последней записки императора Пушкина, он напомнил, что я ничего не забыл из той беседы, беседы, которая у нас была о Боге. В этой записке он пишет, потому что вначале Пушкина перед смертью написал, а тот в ответ написал. Пушкин просил прощения, что вот не сдержал свое слово, дуэль произошла. Император написал, ладно, что прошло, то прошло. Долги все твои заплачу, детям назначу пенсион. И вот главная фраза. Об одном тебя прошу, умри христианином. Потому что Пушкин объяснил императору, что вот то, что примерно мы говорим, я вне конфессионально верующий Бог. Самое удивительное, что лет 10 я регулярно это письмо попадал в мне императора, я читал. И вот что такое развлечение. Думаю, какой же я осел, что не понял последней фразы. Этой фразой император говорит Пушкин. Я помню то, о чем мы беседовали с тобой, содержание этой беседы. Но не создавай проблем после смерти мне и твоей семье. Согласись, нормальный ритуал, там отпевание, все как положено. Умри христианином. Опять же, вот, диалектика это искусство постановки наводящих вопросов. А кем мог умереть русский дворянин в Российской империи? Кем? Мусульманинам, буддистам, иудеям? Конечно. Просто таким образом император дает понять, что я ничего не забыл. Вот одно условие, что никому не рассказывать, даже синоду, ни в коем случае. А второе условие он поставил. Он ему сказал, ты же понимаешь, ну я говорю в современной терминологии, что вот в Гаврилляде ты наехал на институт пророков. Но это фундамент, на чем держится церковь. Там было много у них по этому поводу разговоров. Но император подвел итог. Значит так. Они от тебя не отступятся. Не мне тебя учить. Ты поэт. Напиши стихи такие, чтобы церковный иерархов увидел твою лояльность к институту пророков. Император поехал во дворец французского посланника, а Пушкин поехал к своему дяде, Василию Львовичу Пушкину. С отцом у него были сложные отношения, они абсолютно не ладили. А вот с дядей, он тоже был немножко поэт, масон, они неплохо ладили. И он останавливался в Москве у него. По-моему это в Никитской доме, он и сейчас сохранился, я там был. И там он вечером написал в один присест пророка. Естественно он не забыл свои стихи, говорит, Илья Адин, не нужен мне пророка, важно чем. А тут он написал, если вы возьмете пятую и шестую главы книги пророка Исаии, то вы увидите, что это в некотором роде свободное приложение этих двух глав из книги пророка Исаии. Но я понимаю, что вас конечно интересует, какие же слова в стихотворении пророк могут заблокировать речевую функцию человека, который возьмется читать пророка. То, что я сейчас скажу, вы над этим просто подумайте. Каждый человек от рождения несет в себе некую частичку промысла. Но для этого ему дается свобода выбора и возможность обрести свободу воли, взрастить в нее вместе с любовью. На это должна быть направлена жизнь каждого. До определенного возраста, до возраста полового созревания каждый человек на бессознательном уровне это понимает. И всякое ограничение о свободе выбора без свободы воли никакого значения не имеет, сами понимаете. Поэтому многие люди, все зависит дальше от внимания и понимания творчества Пушкина. Пушкин понимал, что то ближайшее окружение, которое первыми читает его стихи, это просто толпа забавная. Вспомним домик в Коломне. История его, домика в Коломне, очень необычная. Я сейчас немножко уйду, чтобы рассказать. Так, сколько времени я уже? 47 минут. 47 минут. Я постараюсь вот кратко. Владимир Николаевич, мы сделаем перерывы, вдохнув, продолжим, ничего страшного. Потому что это очень важно, иначе не понять то, что я расскажу дальше. В 1828 году, в той год, когда его вызывали на заседание синода, в доме у Карамзиных, ну, собиралось такое небольшое общество. Пушкин там бывал. Жил он в то время в отеле-гостинице Демут. Он был великолепным рассказчиком, умел так захватить публику, что, в общем, публика там была непростая. И он рассказал одну историю, в которой действовал Варфоломей, вернее, сатана под именем Варфоломея. Там была вдова, дочь вдовы, была некая графиня, у которой рога были, которая держала салон, где в карте играли. Вот. Ну, и был еще некий наивный юноша, которого Варфоломей в это все втянул, кончилось там это все очень печально, сгорел дом вдовы. И, ну, если кто хочет познакомиться, называется это «Уединенный домик на Васильевском». Утром к нему в гостиницу Демут пришел Павел Иванович Читов и говорит, я не спал всю ночь и записал ваш рассказ. Посмотрите, можете опубликовать. Вот он посмотрел, сделал несколько правок и на будущий год, в 29-м году, в журнале «Северные цветы» это было опубликовано. Проходит год, Пушкин собирается жениться, принял решение жениться, он сделал предложение Натальи Николаевны Гончаровой, предложение было принято, он поехал, у него всегда проблемы с деньгами были, улаживать дела Болдина в имении, которым оставлено было наследство, и там его застал карантин. В прошлом году, нет, в 2011 году, я специально ездил в Болдино, вот примерно в октябре, когда был написан «Домик в Коломне». Часто для того, чтобы понять, как реально, что происходит, надо побывать и на месте, и во время примерно такое же. Так вот, это был необычайный период, он просидел там в сентябрь, октябрь, ноябрь, три месяца в карантине, и вернулся в первых числах декабря. Там было много чего написано, но были написаны вот эти пять повести Белкина. Совершенно необычные повести, вот вы их видите здесь, здесь, а туда писано шестой домик в колонне, в стихах повести Белкина написано в прозе, и тот, кто занимался письменным творчеством, тот примерно знает, почему, ну можно по крайней мере объяснить, как вот это происходит. Погода, вот как и я, была дождливая, серая, места эти тоже не очень веселые, ну и что там делать? Как вот Иван Петрович Белкин, пить наливку, спиться можно, Пушкин приступил к работе. Он там написал пять повестей Белкина, маленькие трагедии, очень много стихов, и в домике в колонне он пишет так, я тут написал 400 строк и пять повестей, которые хочу, чтобы были изданы анонимно. Почему анонимно? Тем более, что эти пять повестей он и так зашифровал. Писал не Белкин Иван Петрович, персонаж придуманный, а писали люди, которые, он их перечисляет по инициалам, которые что-то рассказали Ивану Петровичу Белкину. Ну, наверное, вы все читали первый гробовщик, хронологически, видите там, гробовщик написан 9 сентября, дальше, станционный смотритель, написаны, 14 сентября, и барышня-крестьянка написана 20 сентября. Потом, как бы, пауза, и получается 14 выстрел, а 20 метель. Но это один единый файл, информационный. Но вы видите, на 9 октября, вы видите некая ритмика, 9, 14, 20, 9, 14, 20, выпадает добив колонны. Написан 9 октября. Как оказался написан домик колонны? Да очень просто. Перечитав первые три повести, гробовщик, станционный смотритель, барышня-крестьянка, Пушкин вдруг обнаруживает, странное дело. У меня одни и те же персонажи. Обязательно вдовец, там дочь, а то даже в гробовщике две дочери вдовца, какие-то личности там. Ну, это фантазия, но человек, который пишет, он анализирует. А что же это происходит? Ну, вот я знаю, что после написания в течение дня утром начинаешь с того, что перечитываешь. Что-то подправляешь, что-то добавляешь. Это естественный процесс. И вот перечитав это, он, конечно, вспомнил, как он в 28-м году рассказывал вот этот уединенный домик на Васильевском. И он решил, что тут какая-то есть загадка, если я это изложу теперь не в прозе, а в стихах, посмотрим, что из этого выйдет. И вот он пишет из 54-х октав этот домик в колонне. Еще что этому предшествовало? У нас эта тема была закрытой. Пидорасы были и тогда. Более того, они были, конечно, только в элите. И они тоже донимали Пушкина. Как издатель пишет, мы все ждали большой эпической поэмы, а вдруг вот такая вот странная повесть. Живет дава, у нее есть дочь, служанка, фекла, служанка умирает, приходит другая служанка, Мавра, а потом ее застают за бритьем и все. О чем тут? 54 октавы, но 22 октавы предисловия и 30 октав текста. Вот странное дело, мне вначале открылся домик в колонне, а не повести Белкина. Потом я уже понял, потому что в домике в колонне ключи ко всем пяти повестям Белкина. Естественно, Пушкин бельбердой не занимался, он думал о будущем России. И меня тут многие спрашивали, а как вот он пишет? Я говорю, дон в домике в колонне. последний 22 октаве, вот он умел очень кратко и сжато сказать так, что двух словах не скажут. Насилу тарифмачия безрассудной, отделался от всей октавы трудной. То есть ему информация приходит в образах, у нас правая отвечает полшария за предметно образное процессное мышление, левая за абстрактно логическое дискретное. А дальше он в стихотворной форме кодирует эти образы, дает им коды, слова. Брюсов занимался анализом поэт Брюсов всего стихотворного творчества всех поэтов мира и пришел к выводу. Только в двух поэтов абсолютная гармония. Вергилия римского поэта в стихах, но это не у Пушкина, это о чем говорит? Вот вы можете взять и читать Евгения Онегина, ребенку, которому год или два. Его ритмика текста действует умиротворяюще. Ребенок, если он размельчен, он будет слушать, и он спокойно усмет. И перевести Пушкина на другие языки практически, чтобы сохранилось вот это, невозможно. Но я возвращаюсь к домику в Коломне. Меня на этом толкнуло вот ближайшее окружение Пушкина. Почему он назвал их толпой забавной? И почему он хотел зашифровать? Вот он в 22 октавах предисловие, там 22 октавы предисловия, причем разделенные строго пополам, 30 октав текста и две октавы Джокер. 54 это покерная колода карт. Пушкин знал то в картах. Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавно не узнал. Вот оценка своего ближайшего окружения. Когда бы за меня своей указкой другого строгий критик пощелкал. Уж тот об неожиданный развязкой я все журналы после взволновал. Но полно он сомневается будет и такой праздник. Нас мало не укроется проказник. И фактически он повторяет эту оценку. Значит во времена Пушкина все население Российской империи составляло 70 миллионов. А вот те кто правили Россией их не было и 100 тысяч дворями. А империя была побольше сегодняшней. Аляска, Калифорния, Польша, Финляндия. И такая не было ни электромагнитной связи, ни мобильников, тем не менее управлялась. Это самая большая империя в мире. в 22 октавах предисловие мне вначале открылся текст содержания вот эти 30 октав которые начинаются сядь семуза ручки в рукава под лавку ножки не вертись резвушка и так начнем жива жила была вдова тому лет восемь бедная старушка с одной дочерью у покрова стояла их смиренная лачушка за самой будкой вижу как теперь светелку три окна крыльцо и дверь здесь каждое слово и каждая строка иносказательно если читать в лоб а однажды из Норильска приехал в театр и поставил в доме в Коломне вот как он есть публик стал расходиться пушкин знал толк как шифровать кодировать информацию он стал это делать после гаврилиады потому что он понял что если вот так все в лоб как он там дал то действительно можно угодить в Лесетбургскую крепость обратите внимание на следующие слова, то моему озлобленному взору приятно было пламя. Пушкин и злость вообще не сопоставимы. Это самый жизнерадостный человек. Что же его тогда стало? Странным сном бывает сердце полное. Много вздору приходит нам на ум, когда идем одни или с товарищем вдвоем. Мы сейчас слово товарищ воспринимаем как само собой разумеется. Тогда это было слово необычное. А по контексту и в рифму одни или с приятелем вдвоем. Приятель, а товарищ, ну были товарищества торговые. Если я начну сейчас в доме в Коломне, кто слушал, ну на это уходит 3-4 часа. Я не буду раскрывать, потому что тема у меня несколько другая. Так вот, первые чтецы, а тиражи были небольшие, 3 тысячи, это был очень большой тираж. Они расходились в основном в ближайшем окружении. И Пушкин прекрасно видел и понимал, что они его не понимают. Они хотят его приватизировать и заставить работать на себя. Конфликты с декабристами были и руководители северного и южного общества. Особенно с южным пестелем он вызывал на дуэль. История произошла такая. Они пригласили его в масонскую ложу Авиде. Он говорит, ну давайте, где тут ваши эти все тайны-то. А ему говорят, нет, надо пройти первая ступень, это товарищ. Вторая, первый ученик, вторая товарищ, а третий мастер. Ну он развернулся и сказал, ну не хотите, не надо, сам до всего докопаюсь. Ну и когда он выходил, вышел, там кто-то из декабриста сказал, это обезьяна опять из себя чего-то выражает. Ну вы же знаете, как это и сейчас. Если хочешь ссора, чтобы была, передай кому-то, что про него сказали злого. Ссора будет обеспечена. Пушкину передали. Да, ему было 21 год. Он ответил, он никогда не прощал вот таких оскорблений. Ответил он, когда написал сцену из Фауст. Если кто помнит содержание, то там Фауст спрашивает у Мефистофеля, что там вдали белее, в волнах плывет к норею. А у Пушкина, что там белеется вдали. И Фауст, Мефистофель отвечает, Фауст спрашивает Мефистофеля, тот отвечает, корабль испанский трехмачтовый, пристать Голландии готовый. На нем мерзавцев сотни три. Две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь, она недавно нам завезена. Каждое слово насказательно. После реконкисты в Испании действительно было изгнание евреев, они бежали в Голландию, оттуда в Польшу. И когда после войны 1812 года Польша стала одной из провинций Российской империи, они тут были. Но на немерзавцев сотни три. Из 600 участников восстания декабристов 300 были масонами. И когда император назначил следственную комиссию, он обнаружил, что там был заговор в заговоре. То есть был чисто масонский заговор, а еще был заговор Рюриковичей против Романова. И на последнем заседании было решение принято уничтожить, предать смерти всех Романовых. Сначала с этим спорили, но потом они и не были единомнением. Так вот, Пушкину, конечно, вот эта резня никак его не устраивала. И ответил он за полгода до восстания. То есть он обозвал этих руководителей Северного и Южного общества «Сами-то бы обезьяны, обезьяничайте». И причем за деньги. Пестель получал деньги за границу на это восстание. Бочки злата, да груз богатый шоколад. Он говорил, что это конфетка модной упаковки, но она России не будет принята. Вы же знаете, что когда император подошел к стоящим солдатам, мы с этим понятны, вы-то чего хотите? Вы за кого? Мы за Констанцию. Они даже слова Конституции не знали. Почему? Там же по статусу должен был Константин. Это по отношению, ну старший после Александра брата. Но брак его не был признан законным. Он сидел в Варшаве наместником. в Польше. И он не сразу отрекся от престола. Там переписка длилась, хотя армия ему уже присягнула вся. А он, ну курьер, представляете, от Петербурга до Варшавы. Я вот тут самолетом летел, а это на лошадях, доскакать туда-обратно. Ну пока вот отречение пришло, было стояние на Сенатской площади. Ну а вот эти стихи, сцена из Фауста. Василий Андреевич Жуковский, который был постарше Пушкина, который считался хорошим другом Пушкина, повез в переводе на немецкий. Гёте был еще жив, ему было 75 лет, но Пушкину было 26. Когда Гёте прочитал, Жуковский записал эти слова, ну вот теперь я могу умереть спокойно. На земле появился олимпийц, который, он считал себя олимпийцем, то есть на вершине Олимпа, который знает и понимает больше меня. Он сумел, а там всего, все сцены из Фауста, четыре странички, на четырех страничках изложить то, что я там укладывал, в зависимости от издания, 300, 400, 800 страниц. И подарил свое перо, футляре бархатном, просил передать Пушкину свое перо, свое перо, которым он писал, как некую эстафету. Но домик Коломни имел еще и другую подоплеку. Я чуть-чуть задел ее, эпиграфом Пушкин выбрал по-латыни, из-за виде «модовир, монофемина». То мужчина, то женщина. То есть, по сути, Пушкин, это было и послание пидорасам, потому что там мужчина переодевается в женщину, и у него есть такие стихии, это, по-моему, пятая октава домиков Коломны. Они были сосредоточены в одном полку, где носили красные мундиры. Красные по-французски или по-немецки рот, а шильд вывеска. Ну, теперь вам ясно, кто кого-то такие рот шильды. И Пушкин в одном из писем сказал, если меня кто убьет, то красные. Но многие это воспринимали, что вот после победы в Гражданской войне. Нет. Вот красные, они любили собираться, петь с хрипотцой под гитару, ну, и занимались тем, чем занимаются современные пидорасы. И Пушкин обращается к ним пятая октава. У нас война, красавцы молодые. Вы хрипуны, но хрип ваш приумолк, сломали ли вы свои порядки боевые, встречали ли персии шерванский полк, уж люди, мелочь, старички кривые, а в деле каждый словно в стае волк. Все с ревом так и лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой. Шерванский полк был сформирован в Нижнем Новгороде. И я долго не мог найти разгадку этого. Но иногда находишься не там, где очень ищешь. Когда громили библиотеку в Смольном, один милиционер, который в этом принес мне четыре тома за были такие журналы отечественные инвалиды, что-то в этом роде. Я стал читать переписку командующих, кто командовал войной на Кавказе, фамилии их известные. И там упоминается, что Пушкин был вот в этом Шерванском полку, ему объяснили, что особенность этого полка состоит в том, что обычно в полку три батальона. три батальона, а в этом Шерванском полку шесть батальонов, два по три. Вот эту тактику впервые применил Ганнибал в Пунических войнах. Пушкин об этом знал, он хорошо знал историю Ганнибала. Вот такова оказалась разгадка, потому что дальше-то идет все в лексике цеха поэтов, но возвратиться все же я не хочу к четырехстопным ямбам, потому что вначале он начинает с этого, первая октава, четырехстопный ямб не надоел. Им пишет всякий, мальчикам забаву пора бы его оставить, я хотел давным-давно приняться за октаву. Восьмерка перевернить это бесконечность. То есть меня интересуют вопросы связанные с бесконечностью. И если говорить о том, что у нас о предельно обобщающих понятиях, то каждый доносит это в терминологии своего цеха, которому он принадлежит. Четырехстопный ямб это четыре предельно обобщающих понятия. Смотрите, как дальше. И в самом деле я бы совладал с тройным созвучием. Пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. Будучи в 2000 году в Индии, я наблюдал, как делают из ничего, из вакуума Саи-Баба бижутрию. Он внимательно рассматривает, потому что вот у меня с ним был такой диалог на лексике, а другой диалог в зрительных образах. то есть уже когда все вроде бы закончилось, он обращается ко мне взглядом, потому что видит в моих глазах скепсис и такую скептическую улыбку. Находь я тебе сейчас кое-что покажу. Я вот так, потому что своим товарищам, двоим, которые были, я сказал после первого дня, ну, мне все ясно, я не вижу смысла, но они еще дважды ходили. И вот тут, если все остальное мне было понятно, произошло необъяснимое. Ему было 75 лет тогда, вот примерно моим возрасте, но он намного старше, и, видимо, самочувствие было очень. Он умер уже, и я увидел в кресле голову мальчика трех-четырех лет. Лицо у него такого губа негроидная, шапка волос в таких негроидах, смуглые очень, нам говорили из какого-то очень древнего племени, в Индии не понимает, откуда племя появилось это, вот, и на его лице такая обиженная улыбка, что мгновенно я вспомнил свою младшую дочь, вот в этом возрасте, как-то я пришел со службы, был день Советской Армии Военно-Морского Флота, там у кого папа военный, надо что-то там сделать в детском саду, какой-то коврик там, она так подбегает ко мне там, папа, вот я тебе поздравляю, а тут телефонный звонок, и я так ее, подожди, подожди, я действительно ждал серьезного звонка, и у нее на лице такая обида, что я вот даже подхватил ее, ну, ладно, ладно, телефон потом, вот точно такую же обиду я увидел на лице этого малыша, и у меня получилось это в течение ну, где-то, может, секунду, вот так, а потом вот так, и я вижу, как он нацелился, конкретно взгляд вот на этот палец, внимательно, взгляд очень цепкий, потом закрыл глаза, поднял, он сидел в кресле, мы на полу, руку приподнялся вот так к окну, не открывая глаз, и я увидел, я внимательно смотрел, потому что, как и многие, ну, фокус, наверное, вдруг на ладони появилось вот, как, знаете, шарик, но из тумана, туманное, туманное облачко такое, оно было, потом оно как-то сжималось, сжималось, облачко рассеялось, и на нем кольцо с изумрудом, и луч, из окна ударило мне в глаза, я даже так, это тебе, это знак того, что я теперь буду всегда с тобой, буду тебе помогать, ну, я поблагодарил там, без всяких рыданий, как я видел женщину, когда он ей предыдущий день, это был второй день, он за 65 лет, как сказали, единственное, кого, троих русских, он принял дважды, так вот, четырехстопный, ям не надоел, и пишет всякий, мальчикам забаву пора бы его оставить, я хотел давным-давно приняться за октаву, и в самом деле я бы совладал стройным созвучием, пущусь на славу, ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут, мера и информация, если определены, то дальше идет материализация, ну а как делает скульптор свою статую, у него в голове образ, информация и мера, и он говорит, я беру и отсекаю все лишнее, а как станок с программным управлением работает, на него чертеж закладывается, это информация, и там же мера присутствует, и он из болванки вытачивает нужную деталь, в общем-то ничего здесь такого необычного нет, это мое предположение, что в лице Иосаи Бабы, и за это многие считают его Богом, он никогда сам, как Иисус, не говорил, что он Бог, он говорит, это может делать каждый, но видимо ему передали сам процесс управления этими технологиями, но он не может объяснить, как это делается, мы можем объяснить, но мы не можем это делать, мы думаем, что именно по этой технологии вот так создавали инфраструктуру в Атлантиде, в результате этого толпа литарная пирамида стала тупиковой, человечество перестало развиваться, потому что наверху они считали там Боги, раз они могут творить в каком-то виде, в виде создания неких фрагментов бюджетерии, вот дошла эта информация, передал ее он эту технологию своему, я не знаю, кто сейчас там руководит этим ашрамом, ну вот Пушкин, я говорю, нет такой области знаний, куда бы он не заходил, поэтому Пушкин наше все имеет до этого основания, ну что, сделаем прерыв, на 20 минут или на 30 минут, нам нужно проверить, да, надо проверить, очень душно, на 20 минут, на 20 минут, на 30 минут. Время? 11.21.